Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шлафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Российские границы закрыли для всех стран. Что делать, если турфирма отказывается возвращать деньги? Как оформить больничный лист, не выходя из дома? Эксперты разъясняют порядок получения электронного документа. Как самарцы живут в Корее во время карантина? Эксклюзивные кадры из другой страны специально для нашего телеканала. Внимание самарцев на минувшей неделе было приковано к новостям о распространении новой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин сделал обращение, в котором объявил следующую неделю для россиян выходной. Людям настоятельно рекомендовано оставаться дома и максимально сократить количество контактов. Какие меры приняты в Самаре для предотвращения распространения вируса, расскажем в нашем следующем сюжете. В Самаре усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничивается проведение театральных, развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. На время приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, аквапарков, детских развлекательных центров и заведений досуга с массовым скоплением людей. На заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции стало известно о корректировке графика работы общественного транспорта. Мы абсолютно понимаем четко задачу, значит, минимизировать контакты наших граждан. Существует в связи с тем, что мы и школьников, и студентов, и пенсионеров в настоящий момент просим воздержаться от поездок. Поэтому, значит, движение общественного транспорта точно так же является фактором, ограничивающим эти перемещения. Поэтому, исходя из кладающего пассажиропотока, мы выпускаем необходимое количество общественного транспорта на улице городского округа. Но общественного транспорта достаточно. Все потребности, существующие наши граждане, мы удовлетворяем. Еще одно решение. Для детей, чьи родители будут задействованы на рабочих местах во время предстоящей выходной недели, откроют дежурные группы в детских садах. Родители, которые будут задействованы на своих рабочих местах, это работники банков, учреждениями здравоохранения, государственные муниципальные служащие, работники магазинов, не должны волноваться. Для всех детей, чьи родители относятся к данной категории, будет организована работа дежурных групп в детских садах. По официальным данным Роспотребнадзора, в регионе 14 заболевших. Еще несколько десятков человек находятся под наблюдением. Их анализы направлены в лаборатории. Предотвратить распространение заболевания можно. Для этого людям необходимо временно самоизолироваться. Поэтому в выходные дни не повод пренебрегать рекомендациями медиков. Горожанам рекомендуют максимально ограничить контакты. Не стоит посещать торговые центры и места массового скопления людей. Выходить на улицу желательно только в случае крайней необходимости, при этом использовать защитную маску. Минимизировать и локализовать распространение инфекции мы можем только таким образом. Самоизоляция. И самоизоляция, она же сейчас предлагается не только градушным, которые прибыли из-за рубежа. Это рекомендация лицам группы риска, которые никуда не выезжали. Это мера, которая адресуется всем гражданам Российской Федерации. До 14 апреля пожилым людям в возрасте от 65 лет и старше, и тем, у кого есть хронические заболевания, не следует выходить без надобности из дома. За пенсионерами, которым нужна помощь в быту, закреплены соцработники. Для одиноких и пожилых людей, справляющихся без посторонней помощи, действует круглосуточная горячая линия, по которой можно обратиться к волонтерам. Они купят продукты, медикаменты и оплатят коммунальные услуги. Андрей Горгуленко, Лариса Шалафас, Николай Епифанов. События. Россия временно закрыла границы со всеми странами. Исключение составили лишь рейсы между столицами государств. Туристы, которые сейчас находятся за границей, будут возвращаться на родину чартерными рейсами. В растерянности оказались те, кто уже оплатил путевку, но остался дома. Как показало наше расследование, турфирмы не хотят возвращать деньги, хотя по закону должны. Как себя вести в такой ситуации, расскажет Мария Левина. Ограничивать авиасообщения со странами, в которых выявлены вспышки нового вируса, Россия начала еще 1 февраля. Уже тогда появились первые пострадавшие туристы, которые захотели вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых. Для этого необходимо написать заявление на возврат средств. И если деньги не вернутся в течение 10 дней, то составить претензию, которую туроператор обязан принять по законодательству. Важно, что документ должен быть составлен в двух экземплярах, и на них представители турфирмы должны поставить печать или слово «принято», а также дату и подпись. Только так документ может считаться юридически действительным. Как оказалось на практике, сделать это не так просто. Я не буду ничего поднять. Вы отказываетесь? Конечно, я не полномочена. А кто полномочен? Наверное, директором, но сегодня его нет на месте. А почему директора нет на месте, когда у вас рабочие часы? А почему тогда заявлено, что сегодня рабочий день? Мы работаем в дежурном режиме. А почему это нигде не написано? А где тоже у вас написано? Ну, не знаю, в вашем, наверное, сайте, в правилах, на табличке, по крайней мере. На таблице у вас написано до 5 часов в субботу. Вы сейчас что хотите? Я хочу, чтобы приняли мою претензию. По закону вы это должны сделать. Вы можете оставить на столе у директора. Он посмотрит, да? Вы должны мне на моем экземпляре написать. Я вам ничего не должна. Напряженная ситуация сейчас во всех туристических агентствах. Некоторые туроператоры оказались более благосклонными к своим туристам. В соцсетях они размещают посты с информацией, что в любое время они доступны для своих туристов и указаны 5 номеров телефонов. Ранее наша съемочная группа делала попытки связаться, но ни один из этих номеров телефона не был доступен, к сожалению. Сейчас мы повторим этот эксперимент. Может быть, в этот раз нам повезет больше. Со слов экспертов, сложившейся ситуации выстоят лишь крупные фирмы. Что касается туристов, им предлагают два пути решения. Деньги остаются замороженными на депозите, и их можно перекинуть на путевку в следующем сезоне. И второй вариант – написать еще одно заявление на возврат денег. Но в таком случае всю сумму вернуть не получится. С туриста удержат штрафы. Однако эти условия – лишь компромисс. Они не соответствуют закону о защите прав потребителя. Если туристическая путевка так и не состоялась, но заявление было подано в соответствующие сроки, то компенсация должна произойти в стопроцентном размере. Если после того, то есть, например, путешествие уже началось или путевка, и только после начала было подано заявление, тогда будет компенсирована стоимость, но не в полном объеме, а в фактически понесенных затратах. Есть основание предполагать, что не все туроператоры сейчас будут добровольно возмещать денежные суммы, учитывая большую волну таких путешественников, у которых не стоялись поездки. Десятидневный срок установлен для того, чтобы, если туроператор найдет возможность урегулировать как-то мирным путем, эта попытка состоялась. Если нет, то либо туроператор пишет отказ, либо он игнорирует, то есть не отвечает на сообщения, и тогда у заявителя есть законное право обращаться в суд. Суд – это крайняя инстанция. Заявление написать туда можно, но пока и они закрыты на карантин. Правительство страны сейчас решает вопрос по урегулированию ситуации с турфирмами. А пока спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Телеканал «Самары ГИС» будет следить за развитием событий. Мария Левина, Сергей Баскин. События. В Самарской области объявили об упрощении получения больничного. Все въезжающие из-за границы в регион граждане и их близкие должны находиться на карантине 14 дней. На это время им выдается листок нетрудоспособности. Его можно получить, не выходя из дома. Что для этого нужно предпринять, расскажет Елена Малютина. Для оформления листка нетрудоспособности достаточно электронного заявления и сканированной страницы паспорта со штампом о пересечении границы, а также СНИЛС. Подать документы можно в личном кабинете на сайте госуслуг, куда нужно перейти как с сайта Федерального фонда социального страхования, так и с сайта регионального отделения. Людям, которые вернулись из-за границы или живут вместе с подлежащим карантину, нужно самоизолироваться на 14 дней. Оплачивается больничный только тем, кто официально работает. Предотвратить распространение инфекции на территории Российской Федерации. Основная задача любого гражданина, который прибыл с территории любой зарубежной страны на сегодняшний день, обязан. Есть слово такое – обязан. Позвонить на горячую линию, остановиться у себя дома, не выходить за пределы своей квартиры. В квартире, если есть члены семьи, попробовать изолировать себя в отдельной комнате, то есть максимальная самоизоляция. Если у гражданина нет возможности подать заявление в электронном виде, он может вызвать врача на дом и воспользоваться прежним порядком выдачи больничных листов. Но у тех, кто воспользуется электронным сервисом, есть преимущества. Первые выплаты они получат уже по истечении семидневного срока после открытия листа нетрудоспособности. Нужно сказать, что как раз-таки у работодателя сокращаются сроки. Он в течение двух рабочих дней уже должен предоставить сведения в фонд социального страхования, все, которые необходимы для назначения и выплаты пособия. Соответственно, фонд социального страхования производит оплату больничного листа. И оплата по новым правилам будет производиться в два этапа. То есть изначально производится оплата за первых семь календарных дней, либо пять рабочих. И потом уже по окончании больничного листа оставшая часть будет оплачена. В случае, если человек, вернувшийся из-за границы, отказывается соблюдать карантин, предусмотрена административная, а в случае заражения другого человека и уголовная ответственность. Елена Малютина, Константин Головин. События. На карантине из-за коронавируса сейчас находится большинство стран, в том числе и Южная Корея. В одном из местных университетов в городе Юсу учится бывший корреспондент нашего телеканала Евгения Белова. Она рассказала, что самая сильная вспышка коронавируса в Корее была в крупном городе Тэгу. Как сейчас живут люди, смотрите в нашем эксклюзивном материале. Раньше в моем доме часто проезжали школьные автобусы, так как здесь находятся школы и дошкольные учреждения. Однако сейчас они просто смирно стоят на парковке. Школьники и студенты Южной Кореи временно перешли на занятия онлайн. С 1 марта этого года должен был начаться новый семестр. Однако сначала нам продлили каникулы, а с 16 марта занятия начались онлайн. Хотя супермаркеты, кафе, магазины, рестораны все работает в обычном режиме, никакого дефицита продуктов у нас нет. Рис и туалетная бумага по-прежнему на полках. Однако люди, выходя из дома, стараются надевать маски, ну и без особой надобности не рисковать. Правда в нашем городе Юсу и в соседнем, где находится мой университет, почти не было заболевших, поэтому люди там не такие бдительные. Ходят либо без масок, либо посещают свободно общественные места. Правда не в таких количествах, как обычно, но все же бесстрашные люди попадаются. На самом деле я тоже ношу маски, только если еду в аэропорт или на вокзал. Однако количество посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров и прочих общественных мест довольно сильно сократилось, что тут также ударило по малому последнему бизнесу в Южной Корее. Комендантского часа в стране нет, есть только рекомендация от государства пореже выходить на улицу и не делать это без особой надобности. Также мыть руки, носить маски, не посещать массовые скопления людей. В Южной Корее также есть приложение, через которое можно отследить заболевших в радиусе 100 метров от себя. Если кто-то зараженный рядом с тобой, либо проследить перемещение людей, у которых подтвердился коронавирус, чтобы исключить возможный контакт с этими людьми. Например, моя подруга с острова Чеджу так отследила, что зараженный коронавирусом на их острове проходил где-то за пару улиц от ее дома. Но она там не бывала, поэтому, в принципе, выдохнула спокойно. В Самаре в ближайшее время начнется производство антисептических гелий для рук и дезинфицирующих средств. В месяц будут выпускать 900 тонн. На фабрике побывала наша съемочная группа. Обычно на запуск новой продукции на этом предприятии уходит от полугода до полутора лет. Сейчас же счет идет на неделе. Уже разработана рецептура, упаковка и даже есть название. Самарская парфюмерно-косметическая компания планирует начать запуск антибактериальных лосьонов для рук, дезинфицирующие средства для обработки. Его можно будет применять в офисах, кабинетах, а более пенное по консистенции для мытья полов. Сотрудники предприятия говорят, мощности хватит для того, чтобы обеспечить предприятия и магазины Самарской области в полном объеме. В месяц планируют производить 900 тонн дезинфицирующих средств. Четверть – это антисептики для рук. В экстренном режиме разработали 4 вида продуктов с дезинфицирующим эффектом. Сейчас продукты находятся в проработке, на стадии оформления документов. Руководство компании встречалось и с Минпромом, и с губернатором лично. Соответственно, нам оказывают поддержку и по ускорению оформления документов, и по поставкам сырья. Сначала производить антисептики будут в большом объеме 800-850 мл, а также в 2,5-литровой таре. В первую очередь их будут поставлять на крупные предприятия и уже потом в розничные магазины. Флаконы для антисептиков будут производиться там же. Крупные самарские предприятия уже проявляют интерес к продукции. Однозначно в составе этого средства будет 70-75% спирта. Так что туда будут добавлены какие-то специальные химические ингредиенты, которые тоже способствуют уничтожению микроорганизмов, но и в обязательном порядке смягчающие добавки для того, чтобы люди не испортили кожу рук во время применения этих средств. Тем более, что нам приходится их сейчас применять часто, и возможно придется их применять длительно. Сотрудники предприятия отмечают и повышенный спрос на антибактериальное мыло. Продажи увеличились в десятки раз. На парфюмерно-косметическом производстве планируют запустить все мощности, чтобы максимально обеспечить потребность горожан. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. В аптеках города маски в продаже бывают не всегда, но их легко можно сделать самим. Самарская мастерица Алиса Корецкая дала мастер-класс по пошиву защитных масок нашей съемочной группе. Советы записала Елена Малютина. Сезонные заболевания внесли свои коррективы в модные тренды. Теперь каждый может подчеркнуть свою индивидуальность средством защиты, изготовленным своими руками. В свой день рождения Олеся Корецкая решила провести с пользой – пошить защитные маски для всей семьи. Для этого ей пришлось вспомнить школьные уроки ОБЖ и труда и посмотреть несколько обучающих видео в интернете. Олеся говорит, маски можно пошить и вручную. Достаточно иметь под рукой иголку с ниткой и кусочек хлопчатобумажной ткани. Но она человек основательный, да и вирус нешуточный, поэтому решила воспользоваться швейной машинкой. Как оказалось, сшить маску вообще легко и просто, ну мне по крайней мере точно, потому что нужно всего лишь вот два квадрата 20 на 20, две вот такие полосочки 11 на 3,5 и две резиночки простые, ну сантиметров по 17. Складываем и нужно сколоть с одной стороны. Вот прошили, вот два шва. Теперь выворачиваем. У нас тут лицевая сторона теперь. Ну, даже если не лицевой сшить, думаю, ничего страшного, потому что назначение у маски все-таки не украшение, а защита. И вот здесь можно тоже прошить. Вручную, да, легко. Вот это я уж тоже привыкла, что у меня машинка есть. Легко. Чуть-чуть вот раз, два, я не знаю, три-четыре. По сути, четыре строчки. Это я уж тут сейчас вот строчу, чтобы вид был симпатичный. А так для защиты, для успокоения, в принципе, вообще легко. В такую истерику, что нет масок, люди пишут вот в чатах, я обижала шесть аптек, нет масок, мы все умрем. Нет. Ничего подобного. В общем, во всем можно найти какой-то выход. Вот даже если нет масок, можно сшить самим. Ну, и можно стирать вот эту маску, можно прогладить утюгом, в принципе. Вот многие говорят, что достаточно прогладить очень горячим утюгом, а это же хлопок, его можно. Вот. И, в общем-то, будет достаточно, чтобы использовать ее повторно. Потому что вот, ну, куча одноразовых, сейчас если даже представить, сколько мы их сейчас используем. Вот эти узкие полосочки нужно сложить, получается, как пополам, с двух сторон, чтобы вот края примыкали друг к другу. И так вот аккуратненько прогладить. Вот. Чтобы получился такой вот, как, не знаю, желобок. И со второй то же самое. Теперь берем маску нашу будущую. И вот теперь ее нужно прогладить так, чтобы получилось, ну, три складки. Главное, чтобы просто были складки, и в итоге получилась такая вот маска чуть короче, чем вот эти наши полосочки. Мы можем ее даже так прогладить. В какой-то момент я вдруг поняла, что мне так нравится шить вот из куска ткани, из бесформенного что-то создавать. Вообще вот этот момент мне нравится, когда из частей собираешь, собираешь что-то, кажется, что-то непонятное, обрезки, какие-то нитки висят, что-то все торчит, а потом в какой-то момент берешь это и так раз, и вещь получилась. Вот как фокус. Вот эти полосочки, которые мы загладили, это как вот по типу обтачек. Надеваем на маску сбоку, закрепляем булавками, и вот здесь нужно аккуратно прикрепить резинку вот сюда. Можно использовать несколько раз, то есть нашить несколько масок и просто вот так вот с собой носить, ходить по улице и пользоваться спокойно. Здесь вот прошито на машинке, все это можно сшить руками, без машинки. То есть все, у кого есть иголки и нитки, они, наверное, у всех есть, могут себе сшить такую маску руками. На изготовление маски в домашних условиях мы потратили примерно 15 минут. В отличие от аптечных, она более мягкая и служит намного дольше. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Самарские транспортные предприятия усилили работу по дезинфекции машин. И речь идет не только о муниципальных организациях, но и о коммерческих компаниях. Как обрабатывают машины, в которых ежедневно перевозят сотни людей, увидел Андрей Горгуленко. Поручни, двери, сидения. Все, чего касается пассажира, теперь обрабатывается специальным хлоросодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Из-за ежедневной процедуры дезинфекции перед выходом в рейс водители теперь приходят на работу раньше. Но, как признаются, с пониманием относятся к этому. Как и к тому, что теперь за рулем они работают в специальных масках. Как началось, так и люди с пониманием относятся. Для моего здоровья и для пассажиров, конечно, важно. Одного такого баллона хватает на обработку 20 салонов. Всего в компании-перевозчике более 350 машин и каждую дезинфицируют перед отправлением в рейс. Раствор жидкий, но он успевает высохнуть, пока маршрутка едет к первой остановке. Кроме того, он абсолютно безвреден, если вдруг попадет на кожу пассажира или его одежду. Пассажирам можно не бояться этого, поскольку концентрация растворов именно такая, которая соответствует рекомендациям и не причиняет вреда тканям и здоровью. Ежедневную процедуру мойки и дезинфекции маршруток выполняют по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Это связано и с начавшимся месячником по благоустройству, и с периодом распространения респираторно-вирусных заболеваний. Представители городского департамента транспорта ежедневно проверяют, выполняют ли поручения автобусные парки и депо. Во всех транспортных предприятиях города есть бригады мощников и дезинфекторов. Закуплены растворы с месячным запасом и назначены ответственные люди, которые контролируют работы. Все эти мероприятия в ежедневном режиме проводятся. Наша задача, чтобы транспорт был безопасен для тех пассажиров, которые в нем ездят, и мы ее выполняем. За нарушение ежедневного регламента ответственным лицам грозят выговоры, штрафы и увольнения. Но с тех пор, как началась тщательная обработка маршруток, ни одного нарушения выявлено не было. Потому что в компаниях, занимающихся перевозками, понимают важность и необходимость этой работы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Работы по реконструкции фабрики кухни будут идти в круглосуточном режиме, начиная с апреля. Об этом стало известно на выездном заседании рабочей группы. В нем принял участие депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Укладываются ли строители в график и когда планируется открытие, узнала наша съемочная группа. В здании фабрики кухни рабочие практически завершили очищать стены. Памятник архитектуры преподносит сюрпризы. Под слоем штукатурки рабочие обнаружили старинные кирпичи. По одной из легенд, при строительстве здания использовались кирпичи Николаевского мужского монастыря. Но так ли это на самом деле, еще предстоит проверить. Мы будем еще консультироваться тоже с историками, насколько это все реально. Но мы приняли решение, что, конечно, те кирпичи, которые находятся в местах, так скажем, доступа посетителей, оставить их открытыми, без штукатурки и подобрать, собственно, справочную информацию, что это были за заводы, в какое время они могли быть произведены. Работы на объекте идут по графику. Сейчас в ремонте задействовано почти 100 человек. Площадка обеспечена электричеством. Решен вопрос и о переносе газораспределительной станции с территории музея. Мы ставим себе задачу 1 декабря полностью вынести отсюда газопровод и КГРП и на этом тему закрыть. Особое внимание благоустройству, прилегающее к объекту территории. Разработан комплексный проект. Планируется обновить скверы, установить новые остановки. Работы будут финансировать из регионального бюджета. Нам важно, чтобы не только само здание было музейным объектом, но и музейным объектом и музейным пространством было все вокруг него, чтобы здесь максимально все жило и работало для людей, для туристов, для жителей города, региона. С 1 апреля работы на объекте будут вестись круглосуточно. Завершить ремонт должны в 2021 году. Тогда же со зданием начнут работать музейщики, готовить открытие филиала Третьяковской галереи, который собирается разместить в здании Самарской фабрики кухни свои основные фонды 20 века. В обновленном виде здание должно предстать перед жителями Самары к началу 2022 года. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова